Здравствуйте, в эфире Рязанской телекомпании «Город» программы «Семь минут». Сегодня у нас в гостях Юрий Анатольевич Мюллер, начальник федерального казенного учреждения Центра ГЕМС МЧС России по Рязанской области. Здрасте. Здравствуйте. Юрий Анатольевич, ну давайте подведем с вами итоги, к сожалению, минувшего лета по работе ГИМС. Основной деятельностью госинспекции по мординам судам Рязанской области в этом купальном сезоне основная деятельность была направлена на выявление несанкционированных мест массового отдыха людей на Рязанской области. И, значит, все, что касается принятия мер для этих мест благораживания, благоустройства, чтобы этим занимались главы муниципальных образований, что входит как бы в их обязанности. Также главная задача наша не допускать случаев аварий с маломерными судами, а также гибели людей. Но усиление эффективности контрольно-назорной деятельности – это профилактическая работа с правонарушителями, судоводителями. Наши госинспектора всегда выступают в начале купального сезона в детских оздоровительных огнях Рязанской области, что детям очень нравится, потому что приводятся примеры, показатели выступления в бассейнах, происходящих на водных объектах. Но, несмотря на все эти мероприятия, которые проводят инспектора госинспекции по мординам судам, к сожалению, у нас обстановка по гибели людей на водных объектах в этом году хуже, чем в прошлом. – То есть, в этом году у нас увеличилось количество смертей, и в том числе, я так понимаю, детской смертности на воде, да? – Нет, детская смертность на воде у нас на нормальном уровне, скажем, как нельзя так сказать, что на нормальном уровне. Но один случай у нас есть, был недавно, 27-го числа, 27-го июля. А так у нас на сегодняшний день на водных объектах Рязанской области погиб 41 человек. В прошлом году за этот же период – 36. То есть, динамика такая плохая, на 5 человек больше. Что является основными причинами гибели людей на водных объектах? Это первое – купание в запрещенных местах, то есть, не на пляжах, или так называемых диких пляжах. Второе – это, конечно, употребление спиртных напитков, и далее, люди недооценивают, и сил не хватает, и люди погибают. Хочется отметить, что эспитера, когда проходят патрулирование, идут до берега, видят детей, играющих у воды или в воде, а родители почему-то в 2-3 метрах загорают и особенно за детьми не смотрят. Хотелось бы на это обратить внимание. Все-таки река Ака у нас, она довольно-таки сильное течение имеет, шаг в сторону, может унести даже не заметишь как. Ну и, конечно, нарушение правил элементарных поведений на воде. Это не заплывать за буйки, купаться, значит, только в огражденных местах. Ну и использовать для детей, конечно, это спасательные жилеты, нарукамечки, все такое. Юрий Анатольевич, а давайте мы с вами озвучим какие-то результаты рейдов ГИМС по необорудованным пляжам, так сказать, по диким пляжам. Сколько протоколов было составлено? Экспертским составом ГИМС совместно с поисково-спасательной службой, ленинным отделом внутренних дел, рыбнадзором. Значит, мы постоянно патрулируем места массового отдыха людей на воде, не только пляжи, но и дикие пляжи. Значит, за это время было составлено более 200 протоколов административных правонарушений. Значит, за все это время выявлено почти 200 вот этих мест, которые не санкционированы. Значит, проведено более 600 патрулирований. Значит, роздано более 2000 листовок и памяток по безопасности людей на водных объектах, то есть по правилам поведения на водных объектах. И, значит, определили, что около 400 выставлено информационных стендов, профилактических знаков, запрещающих знаков уже муниципальными образованиями, то есть администрацией муниципальных образований. То есть они тоже проводят эту работу довольно-таки активно. Около 200 диких пляжей было обнаружено. Это только по реке? Нет, не только по реке. Это и водоемы, и озера. И хочется отметить, что в этом году вот из 41 погибшего почти 10 человек погибли на местных прудах. Это в деревне Пущино, в Никуличах, еще там в каком-то, сейчас я не помню уже название, но самое... То есть в прудах тонут люди. Никто на пляже никогда на океи еще не утонул. У нас как в прошлом году, так и в этом году мы не смогли открыть все пляжи с 1 июня, то есть с начала купального сезона. И поэтому на следующий год мы поставили задачу заняться этим вопросом вплотную, чтобы мы помогли главам муниципальных образований дооборудовать и открыть пляжи с 1 июня, то есть с начала купального сезона 2015 года. Вот это наша задача на следующий год. Это в этом году было выявлено, а в прошлом году вот подобное? В прошлом году то же самое у нас не получилось, мы тоже не могли 1 июня открыть пляжи, и поэтому все это затянулось когда до середины июня, когда до начала июля. Нет, пляжи мы открыли в прошлом году на 4 пляжа больше, в этом году, значит, мы открыли 11 новых пляжей, но, правда, 7 старых владельцы решили снять с учета. Ну, соответственно, чем больше пляжи открывается, тем меньше людей тонет. Но еще есть понятие климатический фактор, да, когда жарко лето, то, конечно, погибших больше. Если взять, вот я проводил когда анализ, июль месяц, да, вот этого года, у нас погибло 13 человек. Если взять июль месяц 2013 года, это 11 человек, а если взять июль месяц 2012 года, то 28 человек. Видите, какая разница и какая динамика. Ну, вот, как известно, уже было озвучено, и неоднократно, и губернатор в том числе озвучивал, что не хватает вот у нас пляжей специализированных, вот не хватает их по численности. Сколько еще примерно нужно у нас их в области, чтобы текучка была, скажем так, не такая большая, чтобы люди не толкались? По области сказать не могу, а по городу, конечно, городу не хватает пляжей. Я думаю, что минимум на пляжей 5 еще надо открыть, чтобы более-менее была нормальная обстановка. А где это реально сделать? Ну, реально сделать, ну, есть еще один Барковской карьер, то есть на двух у нас есть пляжи, есть третий. Да, ну, можно подумать где-то, у нас проблема, что нельзя сделать на берегу реки, потому что течение сильно, есть условия, при которых пляж должен существовать. То есть при таком течении пляжа не должно быть. Ну, остановились водоемы, которые, по-моему, находятся у нашего спортивного стадиона. Может, там что-то придумать. На озере Вилье можно еще открыть второй пляж. А где это такое? Я просто не в курсе. Это все далеко, но недалеко от Грязани. Там открыт один пляж, можно второй. И у нас там много озер. Я сейчас названия все не скажу, но на них тоже можно пооткрывать пляжи. Было бы только желание. А у нас на Ласково оборудованный пляж считается? Да, считается на Ласковом. На Лужинском, на Ласковом считается оборудованный пляж. Вот озвучите, пожалуйста, сравнительную характеристику с прошлым годом. Что вы вынесли для себя в году 2013 и, соответственно, в 2014 на будущий год? У нас, значит, более хотим усилить нашу профилактическую работу с населением. Поэтому даже в этом году мы начали, наши госинспектора начали участвовать в сходах с сотрудниками Управления здравоохранения по пожарной безопасности. Это мы, значит, вместе с госинспектором пожарного надзора, значит, идет патрулирование в деревнях. Значит, тоже раздача листовок, памяток по безопасности, как по пожарной безопасности, так и по безопасности на водных объектах. Это все из-за того, что у нас превышение по сравнению с прошлым годом. Но надеемся, что на будущий год мы эту работу тоже усилим, издадим новые плакаты и новые памятки по безопасности, будем чаще доводить статистику, чтобы люди знали, чем занимается госинспекция, по-моему, верным судам, и надеемся, что обстановка улучшится. Юрий Анатольевич, вам есть еще что добавить, может, какое-то пожелание? Да, есть такое пожелание, хотя купальный сезон уже заканчивается, а сезон отпусков как бы еще в самом разгаре. Если вам посчастливится отправиться на отдых на воде, там, по реке, по озеру, по морю, и первое, что вы должны сделать, когда вступите на борт парохода, теплохода, речного дроваечка, круизного теплохода, это определится, где находится ваш спасательный жилет. И тогда будет все хорошо. Спасибо, Юрий Анатольевич, что пришли к нам в гости еще раз. Надеюсь, скоро с вами увидимся. Ну и вам, дорогие телезрители, всего самого доброго, самого наилучшего. Скоро с вами увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok